Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Время летит неумолимо. У нас уже конец июля, и мы с вами сегодня разговариваем о том, какие обязательные работы на винограднике нам надо провести в это время, либо начать их делать. Первое, это, конечно же, профилактические обработки от заболеваний. Даже если вы ничего не делали в этом сезоне, и вы думаете, что у вас здоровый виноградник, я бы все-таки советовала вам какую-то профилактику провести. Потому что у нас на носу август, в это время начинаются вот такие прохладные ночи, обильные росы, плюс идут дожди, в принципе, у нас уже пошли дожди. Сейчас вот был такой период, и это то время, когда грибковые заболевания начинают активизироваться. Поэтому даже если сегодня у вас виноградник здоровый, не факт, что он будет здоровым завтра. И лучше всегда предупредить, чем излечить. Но, конечно, если что-то заболело, то это делать обязательно. И смотрите, конец июля, это то время, когда мы еще можем смело поработать с системными препаратами. И даже желательно это сделать. Поскольку у нас в этом году задержка вегетации, задержка в развитии виноградника, то еще 30 дней препараты с этим сроком вполне можно применять. Я думаю, что вряд ли до начала сентября, только если какие-то ультра ранние сорта и применялся какой-то разгон по весне, может быть, что-то созреет. Либо там единичные ягоды нам попробовать. Для того, чтобы ягода нормально созрела, чтобы вот уже срезал грусть и съел с удовольствием, я думаю, что это ближе к началу сентября. И то для ультра ранних сортов, остальные потянутся попозже. Ну, к сожалению, особенность этого года. Так вот, то есть сейчас самое время. Буквально вот в ближайшие дни идти и работать с системными препаратами, потому что время как раз таки еще позволяет. А если вы противник применения химии на участке, то все равно сейчас самое время начать заниматься профилактикой. Особенно если мы до этого ничего не делали, то повторю, да, сейчас самое время. Чем можно обрабатывать? Ну, какими-то народными средствами, которые, знаете, вы, которые показали хорошие результаты. Можно работать с мельсодержащими препаратами и препаратами серы. Например, мельсодержащие это азофоз, серо содержащие это фокалерос, либо гидросера. Эти препараты, они разрешены даже в органическом земледелии, поэтому если вы как бы сторонник химии, все равно этим вы можете пользоваться. Особенно вот гидросера, препарат пофокалерос, это препараты против аидиума, и они через два часа уже разрушаются. Поэтому препарат абсолютно безопасный, можно их использовать даже, по-моему, за три дня до сбора урожая. Но не оттягивайте, лучше профилактика, чем лечение. От мельси можно использовать мельсодержащие препараты. Также очень хорошо работает термофильный чай, но проверено уже не один сезон. Что это такое, ссылку под этим роликом я вам оставлю. Самое главное, не откладывайте, и даже теми же системными препаратами время нам еще позволяет, ну, мало ли, всяко бывает, где-то что-то не успели. Вот у нас этот виноградник, честно, еще не обработан ничем с начала сезона. Мы не успевали. Но мы понимаем, что всяко может быть. Сегодня он здоров, завтра все может поменяться. Поэтому буквально сегодня вечером мы проведем обработку. И на плодоносящем винограднике, в принципе, можно смотреть препараты и еще даже успеть обработать два раза. Что, в общем-то, позволит вам получить хороший здоровый урожай. Следующее, что нам нужно начинать делать уже сейчас, это калийные подкормки. Нам надо начинать работать над возреванием лозы. Да, обычно мы начинали это делать в начале августа, а может быть и позже, но особенность этого сезона такова. У нас задержка в развитии. Поэтому надо думать заранее. Я вам даже в начале сезона говорила, что мы уже вносили калий в первой половине лета под корень. Вот сейчас тоже пора начинать это делать. Если мы этого не делали, и даже если мы это делали, сейчас самое время начинать работать над возреванием. Каким образом вносим? Можно вносить по листу, но более эффективно вносить под корень, особенно сейчас. Вот мы совместим это вместе с поливом. Смотрите, если идут дожди, ну вообще все классно. Мы вносим калий под корень, растение это прекрасно впитывает. Если у нас стоит сухая погода, вот мы переходим плавно к третьему пункту, они у нас будут объединены. Нам нужно поливать виноградник. Для чего? Сейчас, ну опять же, да, у нас задержка. Идет налив ягоды. И если стоит сухая погода, то ягодка, ну грубо говоря, у нее кожица становится тверденькой, такой жесткой. А потом в августе приходят дожди. В конце августа, там, в начале сентября. И ягода напитывает воды много, начинает рваться, да, получается треск. Поэтому вот сейчас, если у нас легкие почвы, да, у нас нет застоя воды, у нас стоит жаркая сухая погода, мы поливаем виноградник. И при этом совмещаем с калием. Убиваем, грубо говоря, двух зайцев. Какие дозировки? Берем упаковку сульфата калия и читаем. Насколько я помню, 20-40 грамм на 10 литров, и это примерно там на квадратный метр, ну вот под куст. Вот эту дозу можно смело выливать. Но на всякий случай проверьте. Все-таки пропорции на оборотной стороне упаковки. Производители всегда это пишут. Конечно, если у вас и так большое переувлажнение, мы тогда не поливаем. И калий тогда можно вносить по листу. Начинаем с 40 грамм на 10 литров воды. И каждую недельку начинаем этим работать. Причем вот эту дозировку потом можно по 10 грамм. Каждую, можно неделю раз в 10 дней. Ну, как у вас получается. И потом по 10 грамм можно добавлять до где-то 100 грамм. Вообще, говорят, и 140 нормально. Ну, в принципе, до 100. Время у нас еще позволяет. Начинаем это делать. Но повторю, что именно сейчас это эффективнее будет под корень. Ввиду того, что время и условия как раз для этого самые благоприятные. Ну, конечно, не забываем все наши зеленые операции. Работа с пасынками. Обязательно нормировка урожая. Мы говорили об этом буквально неделю назад. Если по каким-то причинам вы еще не отнормировали свой виноградник, самое время сделать это сейчас. Потому что сроки сокращаются. Мы плавно движемся к осени. И нам надо в первую очередь получить здоровую лозу на следующий год. И вот урожай, к сожалению, в этом году вторичен. Да, мы хотим его получить. Это нормально. Но где-то можно и нужно будет этим самым урожаем поступиться. Для того, чтобы куст был готов к зиме. И чтобы мы смогли получить урожай в следующем году. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Может быть, даже еще раз пройдите свои кустики. И посмотрите, может быть, все-таки еще что-то убрать. Еще как-то разгрузить. Тем более, что сейчас ягодка наливается. И очень четко видно, если кустики в росте остановились. Если лозы совсем невысокие, там висит по 2-3 грозди. То, конечно, все это надо убирать. Но отдельный ролик по нормировке урожая есть. Я вам ссылку оставлю для тех, кто не видел. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще в описании ссылка. На каталог наших сортов винограда. Мои контакты и другие полезные видео. До новых встреч!